В Южной Корее для того, чтобы стать блогером, регистрировать юридическое лицо не нужно. Но если контент в социальных сетях приносит его автору доход, то он должен платить налоги. Для этого ему нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом нашему корреспонденту рассказала блогер с трехлетним стажем Чериш. У девушки два YouTube-канала, на которых она дает уроки корейского языка. На нее подписаны порядка 500 тысяч человек из стран СНГ, в том числе и из Казахстана. По словам Чериш, за информацией в ее блоге никто не следит. Однако, если кто-то заметит фейковую новость, на ее канале может подать в суд. Кроме того, все корейские блогеры не имеют права показывать лица жителей Кореи без их согласия. YouTube и соцсети, как Instagram в Корее не особо контролируют, не особо проверяют. Но у нас есть телеканалы, и телеканалы очень строго проверяют. И я видела, что одна певица, она танцевала немножко булгарно. Есть какой-то центр, который проверяет телеканалы, и они заявили, они подали заявление, что она слишком булгарно танцевала. И из-за этого были новости. И сейчас идет этот процесс. Но посмотрим, что будет. Но я думаю, что контроль все равно нужен. Потому что если это слишком, никто не контролирует, то это будет хаос. Продолжение следует.